Наконец-то Xiaomi представила свой новый флагман Mi 11 и мы можем сжато поговорить с вами и про сам смартфон, про зарядное устройство, про маркетинг, вот прям про все дела. Вопреки ожиданиям, компания показала только один аппарат Xiaomi Mi 11. Про версия будет либо позже, либо вообще не будет, мы пока не знаем. Как узнаем, отпишемся в нашем редакционном телеграме и я рекомендую вам на него подписаться, чтобы быть в курсе подобных мелочей. А в принципе я скажу так, что я люблю простоту и если действительно у компании Xiaomi в 2021 году будет только один флагман, для меня это будет даже и неплохо. Главное, чтобы он был хорошим. Переходим непосредственно к самому смартфону и сразу отмечаем, что его дизайн оказался именно таким, какой он был засвечен на утечках. И мне нравится, как выглядит этот аппарат. У него очень много округлых и плавных грани, которые создают очень такое приятное, комфортное впечатление глазу. Вес у него адекватный, чуть меньше 200 граммов, толщина 8 миллиметров, если мы не берем в учет выдающийся шнобель камеры. С камерой там что-то типа ближе к 9 миллиметрам. И камера тоже выглядит красиво. Вот сегодня я точно не буду ругать дизайнеров Xiaomi, я считаю, что они отлично постарались для этой модели. Когда мы смотрим на этот смартфон издалека, то мы видим кружок только основного 108 мегапиксельного объектива, а вспомогательные объективы, они как бы остаются в тени. И это уменьшает количество визуальных акцентов и поэтому смартфон смотрится цельно. То есть реально не стыдно. Смартфон получается, который можно достать из кармана, и все такие, оу, а что это? Рассветок смартфона 5. Из классической гладкой спинки у нас будет такой синий, наверное даже чуть ближе к голубому оттенкам, черный и белый. Есть еще серо-синий и коричневый с кожаным покрытием. Ну, знаете, вот что-то типа был когда-то LG G4 тоже с кожаным покрытием. Вот что-то такое в этот раз представила Xiaomi для больших ценителей кожи. У смартфона имеются стереодинамики Hammond Caden. Это отлично. Сможем послушать какой-нибудь рэпчик в падике на таком очень высоком качественном уровне. Да и не только рэпчик, потому что реально динамики должны быть очень хорошими, и в принципе я бы хотел увидеть в этом смартфоне и качественные низкие, и качественные высокие частоты, не только средний диапазон. Я надеюсь, что Xiaomi реально здесь порадует. Экран получился большой, и яркий, вытянутый. 6,81 дюйма по диагонали. Матрица AMOLED, разрешение 2К, имеется поддержка цветовой палитры HDR10+. Короче, ну все просто по высшему стандарту с экраном. У него очень высокие показатели яркости и контрастности. Рамки вокруг экрана маленькие, то есть смартфон, хотя вроде бы это лопата, но в теории должен быть более-менее эргономичным. Имеется вырез в левом углу под фронталку, и как и в Poco X3, у нас имеется несколько вариантов такой плавающей герцовки. 30, 60, 90, 120 Гц для разных сценариев. Это если я правильно понял китайскую презентацию. Но я надеюсь, что можно будет и вручную переключать частоту обновления, потому что автоматика на Poco X3 пока что работает нестабильно или непонятно. Я бы вообще не заморачивался и принудительно врубил либо 90 Гц, либо 120 Гц, потому что мне действительно нравятся вот эти плавные интерфейсы. Очень хорошо Android себя ведет на высокой герцовке. Прям реально классно. Наконец-то появилось более ударопрочное защитное стекло Gorilla Glass Victus. По идее Xiaomi Mi 11 будет переживать больше падений, и вот это уже действительно прекрасно, потому что кто ронял смартфон, тот знает, что заменить экран часто бывает, ну, примерно как новый смартфон купить. Это вторая вещь, которую я ценю в смартфонах, прям не меньше простоты. Практичность. Работает Xiaomi Mi 11 под управлением операционки MIUI 12.5. Нам обещают улучшение скорости работы, прокачку интерфейса анимаций, фишками безопасности всякими и прочими красивостями типа очень продвинутых живых обоев. И якобы плавность интерфейса будет на уровне Apple iOS. Ну, как бы уже и пора, да, все-таки не первый год развивается операционка. Еще в системе будет предусмотрено больше сценариев тактильного виброотклика, вот на уровне прямо операционной системы, тоже как у яблока. И появится связка ноутбука со смартфоном, как это тоже реализовано у Apple и, кстати, у Huawei. В общем, релиз операционной системы обещают быть достойным. Хорошо бы, как можно скорее протестировать его на живых устройствах, и я надеюсь, что у нас это действительно скоро получится. Отдельно порадовало именно то, как долго сиамисты рассказывали про фишки операционной системы. Вот я наконец-то увидел, что люди прочувствовали, что программное обеспечение смартфона бывает даже важнее, чем сама железка. Производительность. Qualcomm Snapdragon 8.8 – это самый крутой процессор из всех доступных для Android устройств. Техпроцесс 5 нанометров, набирает 750 тысяч баллов в Antutu, структура ядер 1 плюс 3 плюс 4, где вот это вот одинокое ядро сделано по новой, чуть ли не революционной архитектуре Cortex-X1, которая якобы на 30% мощнее предыдущих разработок. Ну, на презентации, понятное дело, обещали золотые горы, мол, там и все летать будут любые игры, перегрева не будет, прям отличный модем туда идет. Ну, короче, будем это все проверять в реальных тестах. Оперативка LPDDR5 тоже порадует скоростью. В смартфоне реализована поддержка Wi-Fi 6 с улучшенными протоколами передачи данных, типа это какой-то обновленный Wi-Fi 6, есть NFC, подэкранный датчик отпечатков, качественный вибромотор, конфигурация памяти 8 плюс 128 ГБ, тоже здорово, что не стали разводить огород, хорошая конфигурация. Появилась поддержка быстрой зарядки на 55 Вт, но зарядного устройства в коробке нет. Об этом я выскажусь в конце видео, для тех, кому вообще интересно мое мнение, а не просто послушать о характеристиках смартфона. Сейчас поговорим наконец-то про камеру. Основной модуль у нас хороший, это 108 мегапикселей матрица, кстати, очень крупная физически, у нее есть оптическая стабилизация, 7 линз, светосила 1.85. В принципе, все выглядит очень прикольно, и опять же, на презентации показывали красивые фотографии. Насколько это все будет в реальной жизни воспроизведено, ну, будем проверять, тестировать. Второй модуль ультраширокоугольный, с разрешением 13 мегапикселей, светосилой 2.4 и большим углом охвата 123 градусов. Воображение такое решение не поражает, но это хотя бы не стыдный ширик. Если алгоритмы камеры будут нормально исправлять искажения по краям, то фотографии будут получаться хорошие. Третий модуль макро, разрешение 5 мегапикселей. Ну, это лучше, чем если бы это было 2 мегапикселя, но, конечно, когда речь идет о флагмане, подобная экономия всегда воспринимается очень болезненно. И на этом модули закончились. То есть, скажем прямо, камера получилась прям не супер-пупер топ. Наверное, основной модуль будет радовать, может быть, будет неплохой ширик, надо тестировать, но в целом, в целом, конечно, бывает интереснее набор модулей. Однако, при этом в смартфоне появились новые режимы съемки фото и видео, и, наверное, софт в каком-то смысле даже интересует больше аппаратных характеристик. То, что реально интересно, что там сиомисты накрутили, уже давно не было топового Xiaomi у меня в руках, я надеюсь, что на Mi 11 мы это все проверим. С сильным акцентом именно на программное обеспечение и мощность процессора. Ну и в теории он должен хорошо переживать житейские неурядицы и долго радовать хозяев спокойной работой. Сколько это может стоить? В Xiaomi решили, что это счастье будет стоить 4000 китайских юаней. Это примерно чуть больше, чем 600 долларов. Ну, в целом, это адекватная цена за топовый Snapdragon, которому прилагается нормальный софт и хороший технологический обвяз вокруг всего этого процессора. Все эти динамики, NFC, там качественная вибра и такое прочее, это все тоже стоит денег. Но при этом ничего сверх крутого в смартфоне нет. Это просто очередной флагман Xiaomi с небольшими улучшениями, если смотреть на предыдущие модели. И уже понятно, что на камере в смартфоне экономили намеренно, потому что флагманские процессоры Snapdragon стоят дорого, и чтобы это компенсировать себестоимости, пришлось как-то немножечко умерить аппетиты по камере и сделать такой нормальный адекватный ценник в 600 баксов. Ну, как бы и получилось в итоге, что явных недостатков нет, все тренды на месте и в принципе, в принципе интересно. Теперь мое мнение по поводу зарядки и вообще того, что происходит с флагманами Xiaomi. С зарядным устройством происходит какое-то однозначное жлобство. Я не понимаю, кто вообще решил, что у нас дома прям вот чересчур много зарядных устройств. Я обзорщик, у меня куча девайсов на тестах постоянно, к ним постоянно куча зарядок приходит и мне все равно их не хватает. Уже все зарядные устройства дома давно при деле, включая даже старые блоки от давно умерших аппаратов. Я все равно чувствую нехватку зарядок. Если я сейчас пойду и куплю себе смартфон без зарядного устройства, у меня реально будут проблемы. Мне придется реально морщить лоб и думать, где его взять или, например, его докупить. И во-вторых, я в принципе не понимаю, как вообще считается эффективность уменьшения углеродного следа в атмосфере от подобной экономии. Это какой-то очень странный маркетинг, который происходит за наш с вами счет. Нам рассказывают сказки вот эти вот про зеленые технологии, а реально выигрывает по деньгам именно Xiaomi, потому что у нее снижается себестоимость производства смартфона и уменьшается коробка, значит, что их можно больше там забузывать в какой-нибудь контейнер, улучшается логистика, удешевляется, понимаете? И получается, что как бы Xiaomi в выигрыше, якобы в выигрыше наша природа, а мы начинаем думать, чем нам заряжать наш новый замечательный смартфон. Ну, короче, это очень странное решение. Ну и в целом по поводу флагманов Xiaomi. Мы видим сейчас, что снова компания представила очередной крутой смартфон. Красивый, скорее всего, удобный. Действительно, в целом он мне понравился и лучше вроде бы не придумаешь, но в следующем сентябре нам покажут Xiaomi Mi 11T. Сразу же сегодняшняя новинка станет никому не нужной, старой, не интересной и все. Процессор опять же в Xiaomi Mi 11 топовый, просто предел мечтаний, однако в 21 году явно Qualcomm выпустит еще более крутой процессор. Ради эксперимента мы на канале пропустили этой осенью выход предыдущего поколения флагманов Xiaomi Mi 10T. И знаете, вот я бы не сказал, что это прям кто-то заметил. Слишком много флагманов выпускает Xiaomi. Поэтому эмоции от сегодняшнего релиза тоже получились какие-то смешанные. Я повторю, что что-то такое в смартфоне есть, что-то меня в нем положительно зацепило. Я хочу получить его на обзор, я надеюсь это получится, но при этом у меня ощущение, что мы участвуем в гонке, которая просто никогда не закончится. И мы просто бежим от одного лучшего смартфона к другому, еще более лучшему, от другого к третьему. И вот если у вас недостаточно денег, чтобы менять смартфоны раз в полгода, то вы каким-то волшебным образом будете регулярно чувствовать себя в дураках. Либо натренируете какой-то вообще волшебный железобетонный дзен, чтобы просто пропускать новые модели и не париться, пока у вас там старый аппарат не рассыпется в куски. И кто тогда будет смотреть мой канал? А может вообще психанете и решите, что лучше сэкономить и взять Poco X3 NFC, который намного дешевле, при этом имеет свое лицо, явно он будет долгое время актуален и такой весь вообще модный и интересный. Не знаю. Пишите в комментариях, какие у вас впечатления от презентации, ждете ли вы Xiaomi Mi 11 Pro и в принципе, чего вы вообще ждете от своего следующего смартфона. На какие вещи вы сразу обращаете внимание, а какие вам не очень важны. Будет интересно посмотреть, послушать, почитать ваши комментарии, то есть подписывайтесь на канал. Всех сердечно обнимаю, с наступающими вас праздниками и до новой скорой встречи. Завтра будем снимать видео про новый флагман Viva. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok